Виктор Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну давайте начнем с того, как вы оказались в Междуреченске, с какой целью? Ну, мы очередная командировка по нашим филиалам, это город Новокузнецк, Омск, Томск, Новосибирск, ну а Междуреченск, уже несколько лет назад мы здесь были, тоже самое работали, проводили семинар на тему инеологии. Ну давайте поговорим о том, что такое инеология. Это наука об энергоинформационном обмене в природе. То есть невозможно передать энергию без информации, невозможно передать информацию без энергии. К сожалению, та физика, которую нам преподают, она немножечко урезана. И в результате люди не понимают о том, что мир, в котором мы живем, многомерен. А в этом многомерном мире информация передается, и энергия передается мгновенно, на любые расстояния. Мы это уже более 10 лет назад показали на приборном уровне, когда пациенты находились в других городах, а мы с ними работали, не зная, где они находятся, не зная, кто сидит за установкой, которая снимает с него параметры. Но приборы фиксировали нашу работу. Кроме того, на приборном уровне мы показали и работу в обратном ходе времени. То есть пациента в другом городе сажают за установку, например, ФОБОС, и нам звонят дней через 10. Мы садимся, начинаем работать, и приборы там, в прошлом, фиксируют нашу работу. В народе об этом давно люди знали, и поэтому всегда есть такие народные мудрости. Нельзя говорить о человеке за глаза, потому что на астральном плане вы появляетесь возле этого человека, а он возле вас. Нельзя говорить плохо об умерших, потому что время – это абстракция. И, наконец-таки, даже ортодоксальная физика признала, что мир многомерен, что временные потоки как минимум двунаправлены, и даже признали о том, что существует перевоплощение, реинкарнации. В ряде случаев даже возникали уголовные дела. Вот один из примеров в Англии. Один друг застрелил своего компаньона. Ребенок вышел в рождение в семье, которая дружила с полицейским, расследовавшим то дело. И когда мальчику стало подрос, ему уже лет пять было, он полицейскому один раз и говорит, вот дядя, помнишь, ты расследовал такое дело? Естественно, полицейский обалдел, иначе ты не назовешь. Ребенка этого схватил и бежит к тому дому. Он говорит, вот это моя жена, вот мои дети. Вот там за притолком гильза, которую ты не смог найти. А револьвер мой компаньон закопал вот под этим деревом. И вот по этим фактам, по этим великам было возбуждено уголовное дело. Сейчас уже ортодоксальная наука тоже склоняется к тому, что реинкарнации есть, перевоплощение. При этом многие люди идут из прошлого в будущее, но в нашей практике тоже множество пациентов было, у которых предыдущая жизнь была относительно нашего времени в будущем. И они сюда идут в обратном ходе времени. Любой человек участвует в энергоинформационном обмене. Просто разговариваем, просто даже думаем. И поэтому одна из аксиом в анеологии, это надо уметь думать. И надо детей начинать учить думать правильно, потому что мысли наши материальные. И вот один из аспектов того, чем мы занимаемся, это взаимосвязь нашей цивилизацией с другими цивилизациями. Множество уже фактов, естественных видеосъемок и реальных фактов, контактов с независимым разумом. Сейчас уже не говорят инопланетяне, потому что встречи эти происходят, опять же, как с представителями нашего пространства-времени, так и с представителями и из прошлого, и из будущего. Поэтому сейчас принято говорить пришельцы. Ну, если уже президенты начинают сознаваться в том, что они в контакте. В частности, интервью с Элимжиновым было на эту тему, когда его изъятие произошло из квартиры, и потом его больше, чем через час только вернули. И тот же президент Рейген сознавался о том, что он в контакте. Реалии этого мира совсем другие, чем большинство людей привыкло думать. И в настоящее время всем просто надо быть готовым к массовым контактам, проявлением тех же НЛУ и конкретно пришельцев здесь, на Земле. Начинается легализация их деятельности, хотя до этого они старались скрывать, что же на самом деле происходит с нашей цивилизацией. И вот, опять же, наша работа, что она дала? Мы давно столкнулись с одной такой проблемой, мощнейшей, проблемой космического донорства, как мы ее назвали. У большинства женщин бывает такая ситуация, так называемая мнимая беременность, когда проявляются все признаки беременности, и потом это все исчезает. С такой ситуацией мы столкнулись, например, в 96-м году, когда в Казахстане прошла вот такая массовая волна летней мнимой беременности, и в конце августа все это прекратилось. Я был в Казахстане, работал, наши сотрудники работали в Ростове, та же самая проблема шла, множественное обращение к нам вот с таким вопросом. А осенью была УФО-конференция, и болгарские специалисты тоже выступили с этой темой доклада, они заметили о том, что на самом деле вот такая в 96-м году прокатилась волна массовых изъятий беременности. То есть что происходит? Пришельцы, которые дают известные, уже известные науки, в основном их называют американцы грей-серые. Это типичная ситуация контактная, и все с этим сталкиваются во снах или наяву. Многие считают, что это сон. Это небольшого роста, серого цвета, с большими фазеточными глазами, тонкие ручки, тонкие ножки, вот такой вот. После нашей коррекции многие пациенты нам потом звонят, сообщают о том, что да, к ним они являлись, и забирали в частности свои имплантаты, так называемые, ну или вот микрочипы вживленные. В 95-м году французские антропологи опубликовали замечательный материал исследования останков Наполеона. Как ему при его рождении метр шестьдесят удавалось бы таким гениальным. Все оказалось очень просто. У него в черепной коробке был вживлен микрочип. Ему не надо было смотреть на поле битвы. Его задача была пускать пушечное мясо, как говорится, вот в расход. В результате предварительной смерти человека выделяется колоссальный потенциал. То есть неиспользованный. Но все равно вы вытащили батарейку из своего фонарика, да, и оставили. А кто-то взял и дальше ее использует. Даже та жизнь наша человеческая, всего 80 лет, интересовала многих ученых, почему наступает вообще процесс старения. Обнаружили наши ученые в Кольцово и англичане. То есть они практически несколько лет назад одновременно опубликовали эти данные. Ген старения оказался искусственно внедренным в наш генокод. Искусственно внедренным. И в настоящее время им удается уже блокировать. Проводятся эксперименты на мышах, на лягушках. И по крайней мере они уже получили 400 циклов деления клеток, а не 80. То есть над нами специально поставили эксперименты. Если даже Библию мы откроем, там об этом все расписано. Пришельцы поставили над нами эксперименты. Сделали суперкороткоживущую расу. И проводили вот эти вот медико-биологические эксперименты. Буквально месяц назад американцы публиковали материалы, в новостях это сообщили, в Соединенных Штатах ежегодно исчезает полтора миллиона детей. В Европе 70 тысяч. То есть это безвозвратное изъятие. Но есть и ротационное так называемое похищение, когда человека забирают на базу, вживляют микрочип, программируют ему поле событий и возвращают обратно в эту жизнь. Вот такая же ситуация произошла с Наполеоном. То есть его запрограммировали на войну. А любая война это колоссальный потенциал, который изымают те же самые пришельцы. Много лет назад мы пришли к этому пониманию. И только в конце прошлого года, в начале этого года, пришло понимание, а для чего именно пришельцы это делают. Что им нужно от людей. Дело в том, что кремний органика, она способна выживать в очень широком диапазоне. От минус 170 до плюс 150. И причем состав атмосферы не играет никакой роли. Это может быть и аммиак, и кислотные среды. Но людей, которые живут в очень узком диапазоне, оставьте человека просто в голом виде на природе. То есть выжить практически невозможно в любой точке земного шара. То есть обязательно нужны подручные средства. А вот грей, которые в основном здесь на Земле, как роботовых используют, они выживают в любом диапазоне. Но у человека земного нашего есть уникальная способность мыслить формами. То есть это материя. Наши мысли это материя. И в 60-е, 70-е годы проводили эксперименты. То есть, к примеру, испытуемого одного сажали на точные демпферные весы, а другому испытуемому, который не знал о том, кто сидит на весах, говорили, что там сидит преступник. И весы показывали увеличение веса. Или же на боржу. Там сидит прекрасный актер, вот вы его хорошо знаете, столько ролей сыграл. Весы показывали уменьшение веса. То есть, ну почему и говорят, у одного человека тяжелые взгляды, тяжелые мысли. У другого, наоборот, легкость после его появления всем стала легче. Потому что на самом деле мысли материальные. И вот в конце только прошлого года пришло понимание того, что же нужно пришельцам. Они пытаются совместить, вырастить новую расу. И по всей видимости, они это сделали успешно. Вырастить новую расу, совместить графит и кремний. Соответственно, расширяется диапазон выживаемости вот этих особей кремний-графитовых. Для каких целей, понятно, нам сложно еще это осознать, что именно, для какую цель преследовали пришельцы. Но многое начинает становиться на свои места. Стало понятным это после выхода в том же интернет, публикации насчет планеты Нибиру. Хотя о ней писали уже и в конце прошлого века многие ученые. Знали о планете Нибиру и Майя, индейцы Майя, и знали и Дагоны. Эта планета проходит через Солнечную систему раз в 3600 лет, приблизительно. То есть, считалось, что Солнце одиночная звезда, а потом исследование звездных систем в нашей галактике и в других галактиках показало, что одиночных звезд практически не бывает. То есть, это чересчур большая редкость. И у Солнца есть вторая компонента, коричневый карлик. И исследования орбит планет Солнечной системы, орбит космических аппаратов как раз и указало, что есть вторая компонента с огромной массой. Это коричневый карлик. Масса его значительно превышает массу Солнца. У коричневого карлика есть своя планетарная система. То же самое, как в Солнечной системе у Юпитера, у своей планеты есть, у Сатурна свои спутники. Так и у коричневого карлика есть свои спутники. Одна из них, вот эта самая планета Нибиру, масса которого превышает Юпитер, массу Юпитера. И практически это уже звезда. Она еще и светит. Два года назад впервые уже можно было наблюдать из Антарктиды. В настоящее время Нибиру уже видно в Австралии, в Новой Зеландии, в южную оконечность Чили, в Южную Америку. В мае месяце следующего года мы ее тоже будем наблюдать. И уникальная пиктограмма появилась 21 июня этого года. Как раз солнечное, солнцестояние 21 числа, самый длинный день. И на пиктограмме очень четко видно отметки, 18 отметок, 19 цикл лунный. То есть это получается декабрь 12-го года. Декабрь, в крайнем случае январь. На пиктограмме четко видно Земля, Луна и планета Нибиру. 21 декабря 12-го года планета Нибиру выстроится на одну линию. Нибиру, Земля, Луна, Солнце и центр галактики. Соответственно это может провести к грандиозным катастрофам на Земле. Вот мы только что побывали на Плато-Укок и отсутствие растительности там как раз четко показывает, что все вот горы здесь у нас и Урал и Сибирь основная масса горы это осадочные породы, которые миллионы или даже миллиарды лет назад являлись дном мирового океана. И представьте, какие грандиозные силы могли их поднять на такую высоту, они стали горами. При этом многие горы пласты развернулись и стали вертикальны. Я долго думал на эту тему и во многих местах видел эти горы и задумывался какие силы могли привести к таким катастрофам. И теперь все становится понятным. Планета Нибиру. Соответственно эти циклы совпадали редко, когда именно выстраивались в одну линию Нибиру, Земля и Солнце. Наша Земля могла находиться и в других аспектах в этот момент. Сейчас же идет полное совпадение. И соответственно становится понятным теперь для чего пришельцы проводили свои эксперименты. Они рассчитывали на то, что все на Земле погибнет. Дело в том, что в мироздании есть закон. То, что в религии ошибочно называют Богом, это просто есть законы энерго-информационного обмена мироздания. И один из этих законов это неприкосновенность воли индивида, неприкосновенность воли всей цивилизации. С правдами и неправдами пришельцы сделали так, что люди совершали кучу ошибок, благодаря которым они могли над ними проводить эксперименты. Эти ошибки элементарные, в частности, это сожаление об умерших, это гадание, спиритизм, вызов духов, это аборты. Вот на этих элементарных ошибках людей ловят еще в детстве. Закон неприкосновенности воли один из них. Вот этих свод космических законов, неперсонификации и так дальше. В книге о неологии или на сайте на нашем это все подробно расписано. В книге прямо досконально. То есть пришельцы целенаправленно подталкивают людей совершать ошибки, потом могли нарушать законы неприкосновенности воли и проводить с людьми эксперименты. В расчете на то, что Нибиру пройдет и все погибнет, они решили как бы тем самым замаскировать свою деятельность. В этом ракурсе стала понятна роль масонства в частности. О масонах многое написано и многие ругают их, кто-то хвалит, кто-то замалчивает просто. Масонство возникло задолго до христианства, где-то две с половиной тысячи лет до нашей эры. Возникновение основных всех религий. И первым девизом масонов было как раз вроде бы все нормально. общество социального равенства, реальный социализм. У людей одинаковые возможности реализации жизни и так дальше. Вроде бы все было хорошо, но со временем все это трансформировалось. И вот в частности обнаружение микрочипа в черепе Наполеона, который естественно являлся масоном, поставило все на свои места. Посмотрите, вот в медицине мы потеряли причины болезней. Современная медицина лечит только следствие. Мы же выявляем причины и есть целый список за какие ошибки человеку положено какое наказание в виде болезни. Тот же масон Ньютон оставил нам теорию тяготения, в которой предусматривается только трехмерное пространство, а многомерие уходит. Но мы показали на приборных уровнях даже нашей физики мы показали что мир многомерен. Менделеев получил свою таблицу в конкретном контакте во сне. Это контактная ситуация. У Владимира Жажа огромный материал собран по контактам и мы с этим сталкиваемся постоянно. Каждый день к нам приходят люди и мы выявляем у них контактные ситуации. Многие научные открытия делаются в контактах. К нам приходили в Москве ученые, которые разработали новую таблицу химических элементов. Их там на 40 где-то процентов больше. Та таблица, которой мы пользуемся, она опять же урезана. То есть Ньютон урезал нам пространство и время через Ньютона, через Менделеева нам урезали понимание химических элементов. были мы в Красноярске и соответственно из Красноярска потом туда на Тунгуску пару лет назад, именно как раз 30 июля в годовщину не столетия, но в годовщину падения так называемого феномена Тунгуского. И Юрий Лавбин, который в Красноярской академии заведует как раз отделом метеоритов, ископаемых и так далее, нам презентовал именно реальный фрагмент этого события. То есть не то, куда всех вывозили, показывали, а та зона до сих пор закрыта для посещения, но у нас есть сталкеры. Там по тайге были разбросаны лепешки пористого материала, то есть то, что осталось после столкновения двух космических объектов. Лавбин нам презентовал один из таких фрагментов одной из таких лепешек, проводились исследования, 40% материалов, химических элементов не детектируются нашими приборами. То есть именно те 40%, которые не вошли в таблицу Менделеева. Далее Эйнштейн создал свою теорию, прекрасную вроде бы теорию относительности, но на базе этой теории Фридман создал свою модель космического большого взрыва, что якобы не было у нас в мироздании, ничего не было. Была точка сингулярность, которая непонятно где и непонятно как находилась. И потом она вдруг взорвалась. И в считанные планковские секунды стало зарождаться электрическое, магнитное поле, сильное ядерное взаимодействие, слабое ядерное взаимодействие. Вроде бы все хорошо, но там нет понятия массы. Отсутствует во Фридманской модели, соответственно. Для этого и стараются физики запустить коллайдер в Европе. они хотят найти именно вот эту частицу массы, из-за чего возникла масса во Вселенной. То есть через эту модель опять же нам урезали понимание этого мира, Фридманскую модель. Вот и получается, что пришельцы через масонов, а понятно, что все, о ком я говорил, это масоны в первую очередь, через масонов нам урезали этот мир. И мы живем в некотором мире иллюзии нарисованном. Мы не видим реалии происходящие в этом мире. И опять же, если человек хочет понять, жизнь ему всегда подтолкнет на понимание этих вопросов. Наше время в эфире заканчивается, но ровно через неделю, в следующую среду, мы продолжим разговор с Виктором Рогожкиным. До свидания. Здравствуйте, это программа Гость Студии, я и ведущий Олег Чмыхалов. И сегодня мы продолжаем разговор с Виктором Рогожкиным, директором Ростовского центра ЭНИО, начатый неделю назад. Виктор Юрьевич, вам слово. 20 лет назад Игорь Владимирович Винокуров пригласил меня и сотрудников нашего центра уже 20 лет назад пригласил в Москву для исследования полтергейственных проявлений. Не просто исследование, а задача стояла ликвидировать. Потому что, представьте, жить в квартире, когда у тебя вдруг неожиданно с потолка начинается ливень, загорается мебель, начинает летать посуда, еще какие-нибудь предметы, переноситься с огромной скоростью по квартире. Как-то не очень уютно. И в те годы многие специалисты бились над проблемой, что это такое, вообще полтергейст, почему он возникает. и как можно это остановить, ликвидировать. И в принципе нам удалось выйти на причины и следствия вот этих полтергейстов. При этом отмечалось, что зачастую рядом с домами, где были полтергейсты, были массовые наблюдения НЛО. То есть опять пришельцы нас как бы исследовали на сообразительность, на понимание, насколько мы понимаем, как этот мир устроен. и тем более насколько мы сумеем этим миром управлять. Мы жили в одной из такой полтергейстной квартире и потом ездили по остальным. Винокуров нам целый список дал, телефоны. Из одной из квартир, где мы еще не были, нам звонят, скажите, а вот у вас не пропали документы? Точно документов нет. Они у нас, говорит, уже. Мы в эту квартиру только собирались ехать. После этого, когда мы поработали в этой квартире, нам опять звонок из этой квартиры. А у вас деньги не пропали, когда мы уже уехали? Говорю, да, вот нам оставили только на обратный проезд. Нас спонсировала ростовская студия документальных фильмов тогда на эту поездку. То есть денег осталось только на поездку в обратную сторону. А на сумму исчезнувших денег в той полтергейстной квартире появились блоки сигарет. Причем эти сигареты Дон наша фабрика ростовская начала выпускать в те дни, когда мы были в Москве. То есть они еще в Ростове не попали даже в продажу, но они появились в полтергейстной квартире. Подобная ситуация произошла и в этом году весной. У нас исчез второй брелок от машины с ключами. Естественно пришлось ехать на станцию, его блокировать, мы прорабатывали ситуацию, просматривали. Брелок не украли, он не потерян. Он вот здесь, но в параллельном пространстве. И на самом деле после проработки этой ситуации открываем пустой шкаф и там лежит брелок с ключами. Появился. То есть вопросы телепортации с этим мы тоже сталкивались давным-давно. И одни из полтергейстов в Москве как раз на этом были основаны. когда телепортировали к примеру целый комплекс жидкостей отравляющих телепортировали в квартиру. Люди вынуждены были выбегать и жить на лестнице. Это и так продолжалось периодически. То есть телепортация это всего-навсего изменение констант времени и пространства. То есть это и происходит в полтергейстных квартирах. Меняется пространство, меняется время. вещь может исчезнуть, может появиться в другом городе, вообще в другой стране или на другой планете. Также можно телепортировать и в обратном ходе времени. Почему находят многие, например, загадочные предметы в ископаемых осадочных породах? То ли это тогда была цивилизация, то ли это и сегодня туда телепортировало. Время еще раз это абстракция. Но исчезновение обрелка подтолкнуло на понимание следующих процессов. То есть если Земля и Нибиру выстроятся в одну линейку, то глобальных геологических катастроф не избежать. То есть опять то, что было дном океана может стать горами, то, что было горами может уйти под воду соответственно. Но зная, что люди обладают способностью мыслить, формами материи мыслить, человечество способно вывести Землю в другое пространство на момент прохождения Нибиру. Тем самым сохранить и Землю, сохранить цивилизацию. Но в этом роде масонство опять сыграло свою роковую роль. В 2000 году в Москве проходил международный конгресс, посвященный проблеме именно выживания в 21 веке. 16 стран предоставили свои доклады, то есть многие ученые, по нескольку ученых 16 стран. И во всех докладах прозвучала одна роковая дата, 17-й год плюс-минус 5-7 лет. Глобальная катастрофа на Земле, в результате которой погибает практически все, кроме 2-3% биологических видов. Вот сейчас пока идет запись наша, каждый час у нас на Земле исчезает безвозвратно 17 биологических видов. Каждый час. Могут выжить только кремно-органические губки, они обитают возле Антарктиды, на глубине, у них не углерод, как у нас, а кремний. Возраст этих губок как минимум 10 тысяч лет. То есть они могут жить по 10 тысяч лет. Они скорее всего выживут. Конгресс предложил тогда резолюцию, которую передали лично в руки Коффе Аннону, он тогда был генеральный секретарь ООН, для того, чтобы он огласил эту резолюцию на саммите в августе месяце 2000 года на саммите в Йоханненсбурге. Саммит провалился из-за того, что все уехали на свадьбу марокканской принцессе. Саймот в частности был посвящен альтернативным видам энергетики. И перестройка, когда у нас началась в стране, в первую очередь были уничтожены именно эти отрасли. В частности, грандиозный завод в Краснодаре, полупроводниковый крупнейший в Европе был. Мы с этим заводом непосредственно работали именно когда я занимался физикой, именно солнечные преобразователи, тепловые насосы полупроводниковые. Оборудование было сразу же в 1991-1992 году продано в Турцию по цене металлолома. Мы остались без альтернативы. И именно этой проблеме должен был быть посвящен Саймот тогда в Юханнесбурге в 2000 году. Ничего не произошло. В резолюции говорилось о том, что цивилизация немедленно должна перейти к строительству единой планетарной цивилизации. Моноязычной, без границ. Немедленное разоружение и утилизация вооружений. Переход к единому новому летоисчислению для того, чтобы сбить алгоритм повторяющихся процессов сейчас. И, соответственно, переход к коалиционному управлению планетой, цивилизацией в коалиционный совет специалистов, а не политиков или там еще кого-то в этом роде. Естественно, этого было все пропущено мимо. Ничего не было сделано, кроме, скажем так, пародии на Евросоюз и единую евровалюту. Вроде бы что-то переход к единому. На самом деле, сейчас стоит вопрос о развале Евросоюза, опять о том, что могут государства вернуться на свою национальную валюту. В 2003 году, в августе месяце, в Англии в городстве Гемшир появилась уникальная пиктограмма. Пришелец держит DVD-диск в трехпалой руке. То есть, конкретное изображение на диске в двоечных кодах информации. Ее расшифровали в частности и пришельцы тоже самое. Нас предупреждали о том, что мы входим в этап невозврата. То есть, точку возврата мы уже прошли. Дальше процессы неуправляемые. Если до где-то 2003 года наша цивилизация еще могла успеть, то сейчас во многом все вышло из-под контроля. Хотя, на самом деле, понимаете, зависит не от того, что все 6,5 миллиардов сейчас заговорят и начнут думать одновременно, синхронно. Хотя бы часть людей, которые понимают серьезность этой ситуации, уже сейчас подумают о том, что наша Земля пройдет в параллельное пространство. Это уже с декабря следующего года. Уже могут начаться серьезные катаклизмы на Земле. А это к чему может провести в первую очередь? Все шахты наши рухнут. Добыча угля прекратится. Газы и нефтепроводы от сейсмоактивности их просто разорвет. А других атомные станции станут. Плотины могут разрушаться. Представьте, землетрясения будут. События августа прошлого года на Савино-Шушенской ГЭС это показали. То есть это полтергистное проявление опять же. Когда две с половиной тысяч тонн агрегат вырвало. Так никто и не ответил из комиссии что же произошло на самом деле. То же самое и в 2000 году когда был так называемый пожарной Останкинской телебашней. Для ее устойчивости башня натянута канатами стальными толщиной человеческую руку. Там 72 каната. И из них 70 канатов расплавились. Якобы загорелись антенны федера. Но канаты находятся в пустом теле башни. То есть соответственно там должна была возникнуть температура превышающая полторы тысячи градусов. Это домно. То есть мы опять нам показывают очередной раз вот полтергист. Вот изменение констант. в Москве приходилось нам в одной квартире побывать прекращать полтергист. Когда глухая стена в панельном доме разогрелась до температуры сначала 800 градусов а потом пошла и выше. В результате арматура расплавилась и эта стена на восьмом этаже вывалилась. Это было зимой. Сначала жильцом было хорошо, тепленько стало, но потом уже естественно. то есть вот эти полтергисты подталкивают к пониманию того, что же нас ожидает и что мы можем сделать. В 98 году уже был такой показательный случай. Комета Шумейки падала на Юпитер. И в нашей стране как раз эта перестройка была не до того, а во всех странах шли передачи и рассказывали об этой комете, что ее падение на Юпитер может вызвать колоссальную электромагнитную бурю в Солнечной системе. И в результате этого чуть ли не половина людей на Земле может сойти с ума. То есть на Земле прокатит волна глобальной шизофрении. И что произошло? Волей-неволей люди задавались мыслью, а за что нам такое наказание? Что мы здесь такого сделали? Почему все это должно произойти? И случилось невероятное с точки зрения физики, астрофизики. Кометы разделилось на шесть одинаковых кусков, которые выстрелили в цепочку по одной линеечке с абсолютно одинаковым расстоянием. Как спектакль для нас показали. На самом деле это как раз и есть работа мыслеформа человеческой. После первого куска, после падения первого куска на Юпитер от кометы включился мощный мазер. Лазер это в видимом диапазоне, мазер это в радиодиапазоне. Ряд обсерваторий сумели зафиксировать этот модулированный сигнал. То есть с Юпитера пошел сигнал за пределы Солнечной системы. После падения последнего шестого фрагмента мазер выключился, но на севере Юпитера включился радиомаяк, который дает импульсы раз в 45 минут, как раньше в школе был учебный час. Этот маяк до сих пор работает. Кроме того, на Юпитере в мае этого года исчезло нижнее коричневое кольцо. Все видели фотографии Юпитера, по крайней мере. Два кольца и между ними большое красное пятно. Из-за вращения пятно периодически уходит из поля зрения. И вот в мае его как раз не было видно, только два бурых кольца. Нижнее кольцо в одночасье исчезло. 6 июня в Юпитер врезался неизвестный объект. То есть был зафиксирован мощный взрыв. То есть в Солнечной системе уже началась трансформация. И поэтому люди должны ну это может быть и произойдет в последний момент, но люди обязаны объединиться и спасти по крайней мере и себя и цивилизацию. И в том числе нашу планету. Потому что с гибелью планеты погибает все живое здесь на Земле. Надо думать, надо выходить из этой ситуации. А вот нужно сесть и подумать, а что мы собственно говоря в этой жизни наделали, для чего мы родились. Для того, чтобы портить природу. Ведь всего за сто лет технократии мы сумели просто изменить их климат в частности, да, вот это вот глобальное потепление, о котором предупреждали уже в 70-е годы. Говорили о том, что это неминуемо проведет катастрофическим последствиям. Ведь вот буквально тоже недели две назад официально объявили о том, что средняя температура на земле возросла на 1,47 градуса. Еще в 70-е годы предупреждали, увеличение средней температуры всего на 1 градус проведет колоссальному увеличению испаряемости мировых океанов. Это в свою очередь вызовет в одних регионах засухи, что сейчас мы имеем в европейской территории, и температуры, в других регионах ливни, дожди и затопления. Пожалуйста, вот снег сейчас у нас где? В Перу выпал, в Аргентине снег. Да, детки радуются, но это же катастрофа, понимаете, в Перу минус 27, там никогда такой температуры не было. В Индии как-то температура упала до плюс 7, и это вызвало массовую гибель людей, потому что нет ни одежды, ни дома не приспособлены к этому, да и домов у многих нет. Люди просто позамерзали. Предупреждали об этом, можно было это как-то снизить выбросы атмосферы, да, показательная опять же авария в Мексиканском заливе, компания EVP и нефтескважина. То есть, что произошло? Экологическая катастрофа тоже. Люди обязаны уже были перейти на экологические возобновляемые виды энергетики. Наша земная кора на 70% состоит из кремния. Кремнии самый дешевый полупроводниковый материал. Кремниевые преобразователи, пожалуйста, вот на Платово, как мы сейчас были, люди пользуются батареей, но их производит Китай. Солнечные батареи. Нашего производства все нет, уничтожено. Элементарно, уже 40 лет назад были проекты малых гидроэлектростанций, поплавковых. Горных рек предостаточно, то есть, не надо тянуть линии высоковольтной электропередачи, не надо ставить плотины и гробить реки. Но, понятно, что за оставшийся год мы уже не успеем перейти на альтернативные возобновляемые источники. Хотя, по возможности, многие это стараются сделать. Нужно просто всем сесть и подумать о том, а для чего нам эти нефтедоллары? Для чего мы портим атмосферу, загрязняем окружающую среду? Для чего? Да, может быть, на самом деле, декабрь следующего года уже будет начало до середины где-то 2014 года. Нибиру, вот оно, оно будет огибать планету Земля. Конечно, мы будем уходить от этой планеты, но потом будем все равно возвращаться к Нибиру еще год. И катаклизмы, катастрофы разрушат просто, уничтожат наши города, естественно, и всю энергетику. но кто-то выживет, естественно, и те должны уже понимать, так жить, как мы жили, нельзя, недопустимо. Цивилизация должна идти путем разума, а не технократии. Технократия это тупик. Вот в настоящее время, пожалуйста, у всех есть сотовые телефоны, но вы любого человека спросите, а как он работает, принцип действия. В вышках понятно, вышки видят, но что в этом телефоне, никто не знает. Сейчас дети не знают, как устроен компьютер, но умеют нажимать кнопки. Единицы еще помнят, как устроен телевизор. Вы даже на завод пойдите, где эти телевизоры собирают, и спросите рабочих. Они знают каждый только свою операцию, но не знают всего в целом. В этом отношении понятна роль масонства по развалу СССР, потому на какой уровень сейчас опустили нашу Россию. Масонам не нужны были умные люди, и это они поняли в 60-е годы, особенно американское масонство. И они придумали систему образования, та, которая сейчас у нас внедрена, IQ. Если ученик набирал больше 100 баллов, то им была закрыта дорога в науку, в управление, то есть наоборот, вроде бы талантливые дети, а их брали только посудомоечные работы, бензозаправки и так далее. То есть дураками проще управлять называется. Вот и нам теперь внедрили эту систему, а те, которые внедрили, они уже тихо ушли на пенсию или уволились в министерстве образования. Мы теперь получили деградацию колоссальную. сейчас очень сложно детям объяснить что такое солнечная система. Уроков астрономии нет у нас уже в образовании, физика сокращена, математика сокращена, умные не нужны. Вот масонство, понимаете, это полная деградация человечества, если так сказать. Они прекрасно понимают, что ими управляют. и мы общаемся по долгу своей работы со многими. Да, они нами руководят, мы слышим голоса в голове, нам обязывают сделать вот это или вот это иначе смерть. Естественно, многие выбирают предательство по отношению личной смерти, но это предательство ко всей цивилизации, ко всей планете. Поэтому вот этого позора под названием масонства после того, как пройдет Нибиру на земле быть не должно. Цивилизация должна стать единой, разумной и понимать о том, что предназначение разума не в уничтожении собственной планеты, а в том, чтобы нормализовать энергоинформационный обмен во всем мироздании, а не только вот здесь у себя. Есть такой анекдот, встречаются две планеты, одна другой говорит, ты знаешь, я заболела, мне плохо, на мне завелись какие-то люди, они меня копают, они загрязнили и испортили мои реки, моря и океаны, вырубили леса, вторая планета, говорит, как я тебя понимаю, а как ты можешь меня понимать, да я тоже этим переболела, а чем же ты от них излечилась, а ничем, они сами себя извели. То есть, понимаете, мы подошли к этой грани уже, к тому, что мы сами себя уничтожаем, не понимая, для чего зарабатываем эти доллары, добываем эту нефть, этот газ, к чему это все. и если мы возьмем руководящие масонца, тот же клан Черепикостев, который входит в частности семейство Буш, и Ален Далес, бывший директор ЦРУ, входил, они не понимают, для чего все это делается. Их ведут, но через них ведут и всю нашу цивилизацию, понимаете, к той роковой черте, чтобы люди так и не смогли понять, и не смогли вывести нашу планету из предстоящего глобального катаклизма. Но раз кто-то понял, кто-то задумался, значит уже в информационных полях эта информация есть. Понимаете, невозможно придумать того, чего нет, но если что-то придумано, оно уже отображено в общих информационных полях. Соответственно, понимание того, как можно избежать глобальной катастрофы уже есть. А дальше за всеми просто надо сесть и проанализировать, постараться простить всех, кто нам сделал плохо. От всей души простить. Печень в нашем организме это не только второе сердце. При аварийном стечении обстоятельств, например, произошла клиническая смерть, остановилось сердце. Печень выполняет роль второго сердца. Раз в 40-45 секунд она сокращается и прогоняет кровь из брюшной полости через мозг. Опять увеличивается в размере, всасывает в себя кровь, потом опять сокращается. А в многомерии, то есть у нас кроме физического тела есть еще астральное, ментальное, духовное. Так вот на астральном плане печень как раз и обеспечивает нам взаимосвязь, всю нашу целостность от рождения до смерти. И не только в этом воплощении, но и во всех наших отображениях. Благодаря печени мы можем влиять и изменять прошлое и будущее. То есть, к примеру, сел человек спокойненько вечером в кресло и задумался, как хорошо, что я пошел в этот институт, а не в этот. Вот учился бы там, а теперь этой профессии нет и никому она не нужна. А я вовремя пошел туда, забрал документы и перенес. Так вот, что происходит в многомерии? Человек себя там, в прошлом, берет и заставляет забрать документы из этого института, а отнести в тот. Потому что он сегодня сидит, это анализирует и думает. И уже просто наша практика, сколько людей прошло именно с этими вопросами. Вы знаете, да, на самом деле, как это работает. Что я сегодня сел, подумал, и потом это прошлое изменилось для всех. Как хорошо, что вот я тогда не познакомилась с этим парнем, подруга подруги говорит. Ты вот меня пригласила в театр, чтобы я с ним познакомилась. А как, вот теперь выясняется, что он и убийцей стал, и наркоман, и так дальше. Как хорошо, что вот она об этом подумала, и это просто изменилось. Подруга говорит, да мы не ходили с тобой в театр, и ни с кем это я не знакомил, я вообще этого человека не знаю. То есть, прошлое настолько изменилось, что на самом деле поле событий стало другим. Вот если люди сейчас сядут и подумают, каждый, а что он наделал хорошего в этой жизни, а что плохого. И если от души попросить прощения у всех за свои ошибки, то дальше это их проблемы. Простят вас или не простят. Но вы поняли, осознали свои ошибки. Да, я неправильно поступил там, я неправильно поступил здесь, с этим я неправильно поступил. Простите меня все, и я всех прощаю. То есть, поле событий будет меняться. Соответственно, люди способны управлять и изменять в многомерии поле событий. Естественно, мы сможем выйти из этой ситуации. Тем более, пришельцы про Нибиру уже лет пять в пиктограммах нас предупреждают. Каждый год в Англии, а Англия родина масонства, считается сейчас, да, в Англии каждый год появляются пиктограммы. Там четко пробыли уже в пиктограммах пришельцами указаны графики, момент прохождения Нибиру, ситуация, но вот, которая появилась сейчас в этом году, это конкретное указание на изменение гравитационного поля при прохождении Нибиру. Конкретное указание. Соответственно, значит, пусть каждый сам дома сядет и на эту тему подумает. Достоин ли он дальше пройти в этой цивилизации? Да сможет ли он помочь Земле и всем остальным? То есть, не будет гравитационного взрыва. Земля спокойно пройдет эту ситуацию, пройдет в другом пространстве и времени. А потом соберемся в 15-м году. Ну что ж, спасибо за интересный разговор. Я напомню, что у нас в гостях был Виктор Рогушкин, директор ростовского центра НИО. Спасибо, что вы бывали у нас в городе. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова